В спортивном ориентировании приняли участие 12 спортсменов. В основном это работники Смоленской атомной станции, подрядных организаций и их дети. Такие мероприятия мы проводим по 3-4 раза в год. Как правило, это кроссовые гонки, кольцевые на Генинской трассе на нашей. Это выезды на большие расстояния, это автономные походы. Все это мы проводим при поддержке профсоюза и руководства Смоленской атомной станции, за что им огромное спасибо. Для большинства участников велосипед это не только возможность поддерживать себя в прекрасной физической форме, но и возможность снять напряжение после трудного рабочего дня. Велоспорт дает мне заряд бодрости, если еду на велосипеде с утра, заряд бодрости на целый день. Также после тяжелого рабочего дня можно развеяться, подумать, спокойно освежиться. Ну и выходной день – это хорошее времяпрепровождение. С семьей я люблю кататься, мы с женой, с ребенком, мы ходим по ходу. Я стою здесь минут раз, за остальные ночевки у меня даже бывает. Это интересно, весело. Все участники разделились на три возрастные группы. Для каждой был определен свой маршрут и количество точек, которые они должны были найти на местности всего за два часа. Мужчины при помощи карты искали 15 точек, юноши – 10, а самые маленькие участники соревнований должны были найти всего 5. Погода в этот день выдалась жаркой. Несмотря на это, ни один участник не сошел с дистанции. Каждый боролся честно. Быстрее всех с заданием среди мужчин справился Александр Михайлов. Среди юношей лучшие результаты первым финишировал Арсений Власюк. Обожаю ездить на велосипеде, особенно когда это дисциплина, ориентирование. Очень понравилось. Первый раз поучаствую. Необычные эмоции, давление некоторое, соперничество. Очень достаточно тяжело, но справился. Среди самых маленьких лидирующую позицию занял Денис Якименко. Все победители и призеры соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах получили почетные грамоты, кубки и медали.